друзья за окном вечерний гурзуф завтра то есть когда вы будете смотреть это видео у нас начнутся занятия семинар по живописи на пленэре очень многие проводят мастер-классы в рамках едины по фотографиям да и студентов заставляют писать по фотографиям я решительно против этого потому что любая фотография это уже искаженная искаженная реальность природы суженная за счет того что фотоаппарат просто по умолчанию он экспозицию выставлять либо по темно по темным пятнам либо по светлым если по темноте он значит свет высветляет если по светлому он тень то что в тени загрубляет вы утяжеляет но в смысле темнее становится все так что учить писать по фотографиям это плохое мне кажется дело потому что у студента просто мозга мозги вскипают на бекрень он не знает вообще что делать как из этого из вообще что-то извлечь и в лучшем случае он копирует в эту картинку фотографию которую он видит так что на пленэре то что мы делаем классе класса на пленэре на открытом воздухе это то что ты действительно видишь глаз видит во много-много раз обширнее в миллион раз больше оттенков чем передает любой фотоаппарат поэтому я за то чтобы писать на природе класс начнется в 10 утра мы будем работать до трех часов обещает небольшой дождь если что я походил сегодня вечером и нашел укрытие так что в любом случае мы будем защищены ну а те виды над которыми мы будем трудиться я буду вам показывать геннадий калинюк вы хорошо с юмором рассказа раскрываете ту или иную тему может есть смысл больше добавлять любой наглядный дидактический материал чтобы окончательно донести свою мысль до умов ваших учеников включать зрение в познавательный процесс для ушей наших вы шикарный педагог спасибо большое за теплые слова геннадий я не считаю себя педагогом ни в коем случае я просто художник и пишу то что ощущаю то что хочу показать и то что чувствую на самом деле делюсь с тем как как из из того что я вижу можно извлечь живопись как ее можно сочинить какими способами то что вы предлагаете дидактический материал я иногда делаю видеоряды различные на в роликах но это занимает большой ресурс времени и отрывает меня от главного от того что я художник поэтому балансирую пока уж вы пожалуйста не обессудьте если не так все наглядно но кстати перед тем как приехать сюда я бы заскочил нашел время заскочил в галерею артефакт которые на причистенки где проходит выставка коровина но там собрано так порядка я не знаю может быть 40 работ и я получил громадное удовольствие и покажу вам что это такое я поснимал картины и вы их увидите евгений андрейченко скажите слава а можно живопись в хочется сказать в нашей и все-таки в вашей палате сравнить с джазом в музыке помните анекдот когда в ресторане группа играла ну уж очень смурной джаз один из посетителей подошел к музыкантом и спросил ну что ребята не получается евгений это очень точное определение это я кстати записывал ролики на эту тему не так давно может быть пару месяцев назад что живопись это джаз на мой взгляд это настолько точное попадание что художник пишет так как импровизирует музыкант джазист то есть есть мелодия основная линия да а джазист отклоняется вправо влево в стороны в кривь но держится мелодия она узнается но играется не так немножечко криво косенько ритмически музыкально обыгрывается эта основная мелодия стержень есть мотив который прочитывается прочитывается нами художником и зрителем но есть некая изюминка как в джазе изюминка которая отличает одну джазовую группу от другой есть различные инструменты есть разное мастерство владения музыкантов так и художники каждый по-своему обыгрывает этот мотив который на который он смотрит в этом вся фишка абсолютно точно спасибо вам за эту прекрасную метафору и если уж дальше смотреть то не может у джазиста не получиться если он профессионал у него может получиться совершенно разное исполнение разные вариации но это будет профессионально и уникально не похоже ни на что именно поэтому джазисты собираются на джеймс эйшены не сговариваясь они просто начинают играть они не могут ошибаться потому что они в гармонии находятся внутри гармонии так и художник он не может ошибиться он пишет различные вариации то с чем мы собственно и будем сейчас заниматься на классе который здесь проводится мы будем изучать композицию делать различные варианты но вы надеюсь все увидите и главное что перед студентами будет поставлена задача поиска вот этого уникального решения и ни одного не может быть одного решения в мотиве их бесконечное множество так же как и в джазе одно и то же произведение те же джазисты те же музыканты начнут играть я не знаю на следующий день она будет выглядеть по-другому они испытывают от этого кайф потому что они следят за другом как тот находит какие-то находки барабанщик я не знаю басисты все это вот вместе сплетается и все время кайф от того что это новое прямо рождается в этот момент то над чем мы с вами работаем художник постоянно находится в обновлении это зажигает его на новую на новую музыку на новые шедевры постоянное обновление он просто в этом живет это его жизнь и есть людмила фишер сто раз уже убеждалась что художник не всегда прав относительно своих работ как определить в живописи что хорошо что плохо что красиво что нет рисунок ребенка с желтым кругом солнца и кривым треугольником платья мамы это красиво для кого-то нет а для мамы я думаю что красота это очень многомерное понятие с размытыми границами читали замечательную сказку куприна синяя звезда это о красоте если нет двоеточие но видимо там была ссылка я не скопировал синяя звезда я запомню по почитаю но гениально людмила вы пишете красота это сами это сотворчество зрителя и художника эта фраза красота в глазах смотрящего говорит о том что он соучастник но представьте себе ну что может быть например какая-нибудь книга на китайском языке уникальная книга ну я не знаю даудэцзин например да но мы смотрим это просто иероглифы перед пока мы не знаем этого языка как только мы знаем язык это превращается в художественное произведение до момента пока мы не знаем это просто бумага с какими-то каракулями так и живопись пока ты не научился читать этот язык пока ты не потратил усилия чтобы разобраться в том что есть живопись в в том что не не является ею ты не сможешь увидеть эту красоту девочка на персидском ковре в рубеле вспомните он писал дочку какого-то купца или промышленника она написана это нечто воздушное нечто удивительное девочка еврейка потом начались погромы еврейские то есть в этом чистом лице вся душа тонкая душа тонкое прочтение в рубеля этот папа не взял эту картину он отказался от нее он не увидел в этом красоты зато теперь восхищается весь мир неизвестно что было бы с этой картины если бы он ее купил какая штука жизнь художник вкладывает всю свою душу все свое мастерство умения а человек собственно его дочь изображена на на этой работе проходит мимо она она не она не в рамках его карты красоты не укладывается в его понятия стало быть они узкие они не расширены весь мир восхищается а тот папа был с туннельным сознанием не возможно я не знаю всей ситуации может кто-то знает почему он отказался но сам факт отказался от портрета говорит о том что для одного это красота для всего мира а для этого человека нет один этот пример говорит о том что нам нужно постигать суметь понять этот язык чтобы прочитать эту красоту ну если конечно на то есть страстное желание первое это жажда если ее нет навязать невозможно сказать что посмотри это же красиво невозможно не будет вас примета воспринято нужна жажда тогда ты дашь этот глоток живительной кристальной воды родниковой и человек только тогда почувствует вкус этой воды пока жажды нет это будет не будет вызывать вот этой радости и 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